Чтобы попасть на предприятие, силовые машины электронного пропуска мало. Теперь здесь проверяют еще и дыхание сотрудников. Алкотестер показывает, пил ли работник накануне. Прибор сразу находит алкоголь. Давайте попробуем. Вот, алкотестер заблокировал мне вход на предприятие. Вообще он рассчитан на 0,3 промилле. Это бутылка пива или бокал вина. Спорить с автоматикой можно. Несогласных отправляют на независимое медицинское освидетельствование в больницу. Но по дороге пары спирта, даже если они были, вполне могут выветриться. Сокрушаются в службе безопасности. Пишут, что ничего нету. Нет алкоголя. Но тем не менее, когда записывается, а слов выпил полтора литра пива. Вчера, да. Завод стал первым не только в Петербурге, но и на всем северо-западе, где внедрили такую систему. Пьянство бой объявили после того, как год назад на предприятии погиб рабочий. В его крови нашли алкоголь. Силовые машины – одна из крупнейших энергомашиностроительных компаний в стране. Выпускает оборудование для электростанции. Так что алкотестеры призваны еще и сократить брак на таком стратегически важном производстве. Несмотря на это, сухой закон многих возмутил. В час пик на проходных очереди. Приборы работают медленно, а дышать в воронку унизительно. Я только подхожу, я знаю, что у меня надо дышать. У меня уже протест здесь. И от многих я слышала точно такие же слова. Я уже привык к актуру. То есть вы положительно относитесь? Да. То есть вас сделали трезвым человеком? Почти. С нарушителями не церемонятся. Тех, кто накануне вечером отдохнул с бутылкой пива, сначала ждет выговор, а затем биржа труда. За первый месяц работы алкотестеров своего места лишились 33 человека. Мария Марченко, Александр Журавлев, Александр Лысак, Нарина Степанянца, Денис Гусак. Главные новости. Петербург.